Каждый день вирусом иммунодефицита человека в регионе заражается 1-2 человека. Мобильный пункт тестирования на ВИЧ работал в Твери. В специальном автомобиле можно бесплатно и анонимно проверить свой ВИЧ-статус всего за несколько минут. Подробности у нашего корреспондента. До тест-полоски ничего нет, ни антигена, ни антител нет. Тест отрицательный. Всё, отлично, спасибо. Без предварительной записи и документов. Узнать свой ВИЧ-статус можно с помощью экспресс-теста. В этот четверг мобильный пункт работал на улице Трёхсвятской рядом с торговым центром «Олимп». Для теста берут всего несколько капель крови. А в целом вся процедура занимает не более пяти минут. Тест включает в себя сам пластиковый тест и капиллярную трубочку, с помощью которой мы берём кровь. Также есть специальная жидкость, которую мы капаем, чтобы тест проявился. В тесте может быть три полоски, две полоски, отвечающие за антиген или антитела к вирусу иммунодефицита человека. А третья полоска говорит о том, что это контрольная полоска, тест действительный, рабочий, что всё нормально. Медики рекомендуют проходить тестирование ежегодно. Ведь предупреждён – значит вооружён. В нашей жизни сейчас рисков очень много. Каждая девушка, женщина ходит на маникюр, педикюр. Каждый человек, в том числе мужчина, посещает стоматолога. Также нельзя пользоваться общими вритвенными принадлежностями. Если человек заражённый ВИЧ, он может об этом не знать. И при незащищённом половом контакте просто передать инфекцию другому. Сегодня борьба с заболеванием приобретает особую важность. Ведь за последние два года внимание общественности сосредоточено на пандемии коронавируса. Однако не стоит забывать о ВИЧ-инфекции, которая всё ещё уносит сотни тысяч жизней во всём мире. Тверская область входит в число высокопоражённых субъектов Центрального федерального округа. Высокая поражённость ВИЧ-инфекции региона, она, во-первых, связана с тем, что исторически наша область, она занимала лидирующие позиции в этом вопросе. Но сейчас и в нашем регионе, и в стране в целом проводится комплекс мероприятий. В рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции мы работаем и над вопросами профилактики, и над вопросами диагностики, лечения ВИЧ-инфекции. Специалисты уверяют, что сегодня ВИЧ не приговор. Времена, когда эта болезнь считалась постыдной и смертельной, давно прошли. Сейчас существует достаточно эффективная терапия. Начинаем лечение этому человеку и в дальнейшем его сопровождаем, уже в рамках диспансерного наблюдения, оказываем всю соответствующую помощь, которая должна быть оказана вплоть до консультации психологов, социальных работников и всех тех, кто необходим в этом вопросе. При своевременной диагностике и регулярном обследовании люди с положительным ВИЧ-статусом могут заводить семью рожать детей. В общем, имеют все шансы на долгую и полноценную жизнь.